Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья С вами я, Елена Привалова И у нас в гостях Интереснейший собеседник Один из самых перспективных молодых дирижеров России Который известен уже и в России, и за рубежом Валентин Урюпин И Помимо того, что он известен как дирижер Начинал он как кларнетист И, наверное, это самый титулованный Хотела сказать, как всегда, органист Конечно же, так как я сама органистка Самый титулованный кларнетист в России Выиграл более 25 конкурсов И потом увлекся дирижированием Окончил Московскую консерваторию В классе Рождественского Оперно-симфоническое дирижирование А по кларнету обучался в классе Профессора Петрова И Сегодня вот в гостях Как раз у нас Валентина Урюпина И мы пообщаемся И на кларнетовые темы И дирижирование И операми, и симфониями Здравствуйте, Валентин Здравствуйте Расскажите Достаточно Не часто можно встретить дирижеров Можно сказать Бывших духовиков Но про вас даже и не скажут Что бывший духовик Мне кажется, сейчас уже чаще гораздо Ну да, вот есть Владислав Лаврик еще Ну нет, начнем с того, что есть Выдающийся финский дирижер Осмо Вянская Который тоже кларентист И Насколько я знаю, играет до сих пор И записывает диски Потом Да, ну, пожалуй, так много, конечно, не вспомнишь Действительно Скрипачей, альтистов, дирижеров Фу, пианистов и даже народников Наверное, особенно у нас в стране больше Но тем не менее, если бы Покопаться Если бы Я заранее знал, что мы об этом поговорим Я бы вспомнил несколько духовиков Наверняка Ну, у нас такая Передача экспромтом Поэтому никогда Да, ничего страшного Да Валентин Урюбин родился На Украине Город Лозовая Правильное ударение сделала? Да, да В Харьковской области И затем Переехала в Москву Обучался на кларнете В 9 лет вы начали играть на кларнете Еще в своем городе, правильно? Ну, строго говоря, чуть раньше В своем городе Но в 9 лет Я поступил в ЦМШ И начались серьезные занятия А, то есть вы уже переехали в ЦМШ в Москву В 9 лет Вот как И родители у вас тоже были музыканты? Ну, я мама музыкант Папа мой не музыкант Но очень любит музыку Почему выбор пал на кларнет? Вы знаете, это была В какой-то степени Такая техническая необходимость Потому что маленький город И если выбирать Из духовых инструментов Надо было выбирать кларнет Потому что больше ни на чем Практически не преподавали Была еще короткая история Когда я обучался на тромбоне Мне очень нравилось Но педагог уехал И город крошечный Как бы выбора педагогов не было Вот поэтому Остался кларнет И о чем я не жалею Вот такое количество конкурсов С чем было связано? Просто как спортивный интерес? Вы знаете, да Этот вопрос мне довольно часто задают Во-первых, я слышал Очень приятное представление Мое Но должен Развенчать несколько миф Я уже не самый титулованный кларантист Как минимум появился Сергей Елецкий Который, может быть Участвовал в меньшем количестве конкурсов Но у него премии более высокого достоинства Вот И, наверное, его надо называть сегодня Самым титулованным кларантистом России И одним из самых титулованных в мире, пожалуй Если не самым Но, да Кларнитовые конкурсы Это для меня было в первую очередь Возможность общаться с коллегами Зарубежными И это такие были большие, веселые Как бы Собрания Сборища, что ли Да, при том, что, естественно Более или менее серьезно нужно было готовиться Не всегда это получалось С этим связано Большое количество премий Невысокого достоинства Там вторых, третьих Которые у меня были Иногда меня подводил финал Вот И... Но В отличие от дирижерских конкурсов Которыми злоупотреблять Ни в коем случае нельзя Особенно если Уже был успех Кларентовые конкурсы Никак почти не влияют на карьеру Это в основном коммуникация Поэтому Вот чем их больше было Тем мне было как-то лучше И больше я узнавал Больше людей я узнавал Не буду кривить душой Что не был важный результат Конечно, он был важен И бывали случаи Кроме этих выигранных конкурсов Бывали случаи Когда я не проходил Второй тур, например Как и у всех Я думаю, музыкантов Это было чувствительно Но Пожалуй, именно После таких конкурсов Я рос профессионально В большей степени Да Особенно, когда я перебарывал Вот эту нашу российскую Ментальность На всех обидеться И таки шоу Разговаривать с членами жюри Они говорили разные вещи Иногда странные Но Была очень хорошая школа Вот я бы сказал так Я ничуть не жалею О своей такой бурной Кларнитовой юности Вот Это было весело Приятно А в какой момент Бурная кларнитовая деятельность Перешла в бурную симфоническую Оперно-симфоническую Когда вы приняли решение Ну все-таки Переквалифицироваться Это две профессии И скорее всего Вторая профессия Вскором вытеснит Все-таки кларнет Вы знаете Мне очень во многом Повезло В жизни И главное везение То, что Такого момента Не было Я не могу его вспомнить Это был Очень плавный процесс Пересадки Что ли С одного поезда На другой Не перепрыгивание В последний момент Ведь Если мы задумаемся Действительно О том Как складываются карьеры Вот в таких случаях Довольно много Можно Вспомнить случаев Довольно драматичных Потому что Духовики В первую очередь Которые уже Завоевали какое-то положение Довольно серьезное Скажем Духовик Который является первым Солистом Какого-то Авторитетного оркестра Ему очень трудно Вот в одночасье Как-то с этим расстаться И поставить на Такую карту Как дирижирование Особенно Когда в этой области Еще никто Не дает никаких Ведь авансов Никогда Вот И я знаю Случаи Когда люди Все-таки Выбирались Если можно так Вырастить Синицу В руках С оговорками Что это не синица То есть Это не что-то Малозначительное И все-таки Оставались в рамках Профессии Профессии Иногда делая Вылазки В дирижирование Скажем так У меня Это случилось Очень плавно И В тот момент Когда Я даже не могу сказать Что я что-то Когда-то решал Вы знаете Вы начали Дирижировать До того Как поступили В консерваторию Уже в класс Геннадия Рождественского Или Ну конечно Конечно Я начал Дирижировать Ну Опять же Тут надо Оговориться Что Первый Дирижерский Опыт Был Связан С тем Что я играл Без дирижера Кларнитовый концерт Вот это Стало Таким Своего рода Тем-то Что самортизировало Переход Из кларнитистов В дирижеры Я довольно Много Делал То что называется Play and direct То есть Играл И дирижировал Сейчас Не буду останавливаться На подробностях Тем более Что я много-много Раз их уже Рассказывал В интервью Но Вот получилось Плавно Я получил Такой опыт Мне доверен Был такой опыт После этого Я сделал Одно из самых Правильных Наверное Выбрал Один из самых Правильных путей Собрал Вместе с коллегой Музыкантов Своих друзей И очень Хороших Музыкантов Потому что Благо мы Учились В Москве Вот И мы Создали Камерный Оркестр Это был Первый Коллектив Который Меня Который Разрешил Меня Собой Дирижировать Это был 2007 год После этого Я поступил В консерваторию Далее Как-то сначала Маленькие Оркестры Не очень Известные Стали Приглашать Меня Часто Под соусом Как раз Плеем Дайрект Потому что Это довольно Завлекательно Для коллективов То есть Играть на кларнете И дирижировать Оркестр Совершенно верно Да После этого Наступил Пермский Период Если можно Так сказать Значительный Очень После этого И вот так Постепенно Постепенно Я дебютировал В Москве Я в первый раз Поехал за рубеж Но Я должен сказать Что Несмотря на все Внешние приметы Так называемого Успеха Я никак не могу Называть себя Сложившимся Дирижером Сегодня Несмотря на то Что вроде как Внешне все Об этом говорит Ну конечно Даже то Что вы были Ассистентом У Теодора Курэндиса В первую Да и у Теодора Несколько лет И мне довелось Ассистировать И Владимиру Юровскому Довольно много И Динаю Николаевичу Рождественскому И так далее Участвовали во многих Фестивалях И сейчас Являетесь главным Дирижером В Ростовском Симфоническом Оркестре Да Ну несмотря на Все эти внешние Так сказать Приметы Какой-то Относительно Успешной карьеры Все равно Начал я Как это ни странно Я понимаю Это именно сейчас Вот как раз Вот сейчас Хорошее время Чтобы проанализировать Вообще иногда Всю свою жизнь Я прихожу к выводу Что начал я Довольно поздно По теперешним временам И сегодня В мои 34 года Да Это период ученичества Прекрасно Что это Что в период ученичества Ты можешь Взять на себя Ответственность И принимать Приглашения От госоркестра От Дойче Симфонии Оркестра Берлина От оркестров Германии Японии Швейцарии И так далее Многих стран Вот Но это все равно Еще Это начало Поэтому для меня В слове Молодой Для меня вообще Понятие Молодой дирижер Очень емкое И я нахожусь Где-то даже Не в позднем периоде Этого Что-ли Вот этого Если сравнить Вашу карьеру Даже с вашими коллегами То конечно же Можно и позавидовать Потому что не все Достоились такой чести И я знаю Многих И более молодых И немного более старшего Немного старше вас Дирижеров Не всем удается Настолько Получать много приглашений От Таких Значительных Выдающихся коллективов В чем секрет Может быть Это какое-то Личное Творческое Какое-то Личное Обаяние Тоже Участие В фестивале Зимние грезы С Сергеем Антоновым В Большом зале Консерватории Тоже Участие С Юрием Абрамовичем Башметом На фестивале Сочи Так Кстати Юрий Абрамович Это еще один Человек Которому я Много ассистировал И с которым Мы В очень теплых Отношениях Вы знаете Елена Мне кажется Во-первых Трудно о себе Как-то В данном случае Говорить На расстоянии И как-то С какой-то Дистанции Мне сложно сказать Я всю жизнь Очень много работаю Над собой К тому же Я Поистине Испытываю Огромную любовь К музыке Что всегда Передается Ну и вообще Дирижера Дирижера Открывается Перед музыкантами Очень быстро И Крайне 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 Бескомпромиссен Когда выходит С его жизненным опытом С его Внутренней работой И это Никогда Нельзя Подделать А многие Пытаются Тут мне кажется Что этого делать Ни в коем случае Нельзя Уже Выходя За пульт Дирижер В какой-то степени Обнажен И Конечно Очень важную роль Играет Предварительная работа И вообще Жизнь Вся Потому что Любой музыкант Не только дирижер Как мне представляется В каждой минуте Своего нахождения На сцене Проецирует На эту одну минуту Всю свою Предыдущую жизнь Не только Подготовку К этому Конкретному концерту Вот Да Ну мы немножко Наверное Ушли От Темы Валентин Перед небольшой Рекламной паузой Маленький вопрос Сколько времени Вы готовитесь К выступлению С симфоническим Оркестром То есть Допустим Вам нужно Дирижировать В одном концерте Малера Ну например Еще Шостаков Вы знаете Этот период Он В нем нет Вот этой дискретности Трудно очень Сделать отрезки Времени В принципе Всю жизнь готовишься А что касается Когда впервые Открываешь партитуру Вот сейчас Я учу Репертуар Который Мне предстоит Дирижировать Зимой Весной Следующего сезона Если Дать Бог Он начнется Да Дорогие друзья У нас в гостях Прекрасный Дирижер Российский Валентин Урюпин Кларнетист И мы вернемся К нашей беседе После небольшой Рекламной паузы Дорогие друзья Мы продолжаем Наша передача Культурная среда И у нас В гостях На мой взгляд Выдающийся Дирижер Валентин Урюпин С очень яркой Творческой Судьбой Уже успевший Поработать Со многими Оркестрами И России И Европы И также И азиатскими Странами Валентин Урюпин Прославился Сначала Как кларнетист А сейчас Идет В ногу Со временем В качестве Оперного И симфонического Дирижера И вот кстати Валентин Насколько для вас Имеет значение Дирижировать Оперой Или Симфоническим Оркестром В оперном театре Или исполняя Симфоническую Музыку Ну Специфика Безусловно Есть И Мне кажется Мнение Распространенное О том Что молодой Дирижер В первую очередь Должен Работать в опере Оно конечно Не лишено Основания Я очень счастлив Что Много Довольно Работаю в опере Хотелось бы Еще больше Вот Ну Тут надо Углубиться Немножко В профессиональной Тонкости Действительно В Наличие Артистов Солистов Которые Поют Наизусть Которые Решают Очень сложные Задачи Мезонсценические Ведь Часто Молодые Дирижеры Немножко Недооценивают Эту историю А это же Труднейшее И несколько К певцам Относится Ну как Не самым Может быть Умным Людям Думаю Что это Ошибка Потому что Жизнь певца Очень сложна Профессиональная И они Нуждаются В правильном Введении До спектаклей На уроках Это особая история Урок с артистом С вокалистом И они Нуждаются На спектакле Иногда Особенно в условиях Русского Репертуарного Театра В том что Забыть Дирижер должен В какой-то степени Забыть иногда Даже когда Это обидно Все что Все что Делали И просто вести Певца У которого Может быть Сегодня не Самый лучший день Может быть У него Просто физически Ему нелегко Вот это Большая Серьезная проблема Оперного театра Ну потом еще Взаимоотношения С режиссерами Безусловно Это то что Для меня может быть Самое увлекательное Интересное Что есть В театре Я вообще такой Многие Дирижеры Меня Немножко проклянут Наверное Но я Большой Любитель Режиссеров Разных И в том числе Тех Кого принято Ругать С кем вам Больше всего Понравилось Работать Какая Постановка Для вас Стала самой Знаковой В вашей Творческой Судьбе Вы знаете Между прочим Вот вы Находитесь В Риге А Восемь лет Назад Мы в Перми Ставили Обручение Монастыря Прокофьева Замечательным Андресом Жагарсом Да Не поворачиваться И язык сказать Что ныне покойным Это было одно из Вот таких ранних И важных впечатлений Для меня Я был вторым дирижером На этой постановке Вот Но Работали мы много И Да Да Это было Ну естественно Роберт Уилсон Теодор доверил мне Быть вторым дирижером На постановке Травиаты В Перми Это было Очень интересно И Ну вообще Конечно Для меня Настоящие Взаимоотношения С режиссерами Начались Когда я сам Стал ставить Спектакли Вот И вот Интересный опыт был Например Сейчас летом В Брегенце С молодым Швейцарским Режиссером Яном Мессингером Мы ставили Евгения Онегина И Я подозреваю Что это Бывает не часто Подозреваю Но Но я очень счастлив Потому что Я Наглым образом Лез в режиссуру Я Наглым образом Лез В музыкальную ткань И вы знаете Это было Потрясающе Совершенный процесс И результат Был очень хороший Сегодня У меня представляется Что хорошо бы Всегда иметь Единомышленников И работать Именно так Вот Но Я представляю Вот в следующем Году Предстоит Сибири Умберто Джордана С Василием Вархатовым Тоже очень интересно Должно быть Вот Естественно У меня есть Свои Режиссеры За которыми Я слежу И Впечатления От которых Стараемся Коллекционировать Это и Ромео Костелуччи И Питер Селларс И Дмитрий Черников И Из более Из старшего поколения Естественно Вальтер Фельсенштейн Много-много Многие Дирижеры Особенно Геннадий Рождественский Могли отказаться От каких-то Современных постановок Которые Противоречили Его мировоззрению Можете ли вы Сейчас Несмотря на ваш Ну можно сказать Все-таки Юный возраст Дирижера Позволить себе Отказаться От постановки С которой вы Кардинально Не согласны Пока такого Не было Я бы Представил себе Это только В одной ситуации Если постановка Просто глупая То есть Если 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 Очевидно Что в нее Не вложено Ни любви Ни мозгов Что бывает часто Но опять же Я боюсь Что-то говорить Конкретное Потому что Я подозреваю Что Моя принципиальность Не зайдет так далеко Что если это будет Постановка Например Там Парижской опере Условной Я хлопну дверь И уйду Не знаю Я не знаю Что для этого Должно быть Не знаю Как вы думаете Почему В оперной режиссуре Нашего времени Не отталкиваются Именно от Исторических Спектаклей Не ставят так Как задумывал Композитор Именно Отталкиваясь От либретто А делают все время Современные постановки Ведь сейчас Исторических спектаклей Встретится Очень большая редкость И балетные И оперные Да И они уже Воспринимаются Как некий Авангард Иногда И дальше Я думаю Если будет Еще больше То есть Например Спектакли Которые ставятся Целью реконструировать Какой-то дорежиссерский Театр Я несколько встречал Это очень интересно Всегда Ну То есть режиссерам Настолько неинтересно Им кажется Что это скучно Делать то Что делали В 19-м веке Понимаете На то он И дорежиссерский Театр Ведь Вот композитор Написал Либретто Этот Этот пошел Пошел туда Этот Взял стул Такого цвета Там еще Кто-то там Варенье варит И так далее Я думаю Что С одной стороны Для режиссера Наверное Очень интересный Опыт Некого Самоограничения Был бы Поставить все Таким образом И при этом Не принести В жертву Своё видение Но с другой стороны Странно говорить Об этом сегодня Театр В общем Должен быть Самым живым Самым авангардным Искусством Театр Ничего никому Не должен Как мне кажется Это жестоко Может быть Даже по отношению К Либретто Но тем не менее Ничего не будет Нового Если мы сегодня Будем Ведь сколько Опер ставится По всему миру Сколько Раз в сезон Ставится Травиата Я не думаю Что путь По которому Все выберут Вот такое Мертвое Поклонение Пеплу То что называется Вместо Поддержания Огня Я не думаю Что такой путь Приведет Даже публику В оперу Потому что Это не музей Не должно быть Музеем Вообще Эта тема Довольно интересная Почему так Потому что я видел Всякие постановки И совершенно Бездарные Глупые Постановки Осовременивающие Или меняющие Место И время действий И Изумительно Талантливые Постановки Традиционные Трудно Режиссера Как от Человека Если мы Представляемся Что режиссер Это равновеликая Творческая сила Дирижеру Постановщику Трудновато От него требовать Такого Самоограничения А была ли роль Режиссера В 19 веке Когда Собственно говоря В основном Создавались Все эти Произведения И Увидели Свой Первый час Можно так сказать Практически нет Практически нет Это было Роди Режу Наверное Было что-то вроде Распорядителя Правда же Который просто Разводил Мизансцены А вообще Это было Коллективное Творчество В основном Артистов Вот Я сейчас Читаю Любопытно То что Надо было Давно Прочесть Переписку Чайковского И Надежды Фон Мэг Я не Припоминаю Чтобы он Вообще Упоминал Режиссуру А вообще Вопросы Постановок Его Опер Его очень Занимали Вот Воспоминания Скажем Дневникак Прокофьева Уже Есть Много Упоминаний В том числе О его конфронтации Скажем С режиссером Чикагской Оперы На постановке Трех Апельсинов Но ведь 20-е годы Это как раз Время Первого И ярчайшего Рассвета Того что сейчас Называют Режоперы Мы все знаем Да Вот в дальнейшем Как вы видите Свою творческую Судьбу Вам бы хотелось Больше работать Именно в оперном Театре Ставить Дирижировать Балетами Операми Или Видите себя Дирижером Симфонического Оркестра Потому что Все равно В основном Конечно Валерий Гергиев Совмещает все Но все-таки Больше он Именно главный Дирижер Мариинского Театра Кем бы вы Хотели себя Видеть Вы знаете Я с одной стороны Достаточной Степени Фаталист И У меня Работает так Всегда Что Если есть Большие Серьезные Творческие Какие-то Победы С моей стороны Внутренние В первую очередь То судьба Потом сама Решает Куда Меня Отправить На какой Фронт Как говорится Но Поэтому я Не загадываю Совершенно С другой стороны Сегодняшней Ситуации Этот вопрос Как мне кажется И не Встает Так Остро Потому что Большинство Крупных Дирижеров Совмещают Успешно И Даниэль Леганти Даже Павло Ярви Который Скажем Насколько Я знаю Не так Много Работал В опере Сейчас Он Прибавляет Активности И Франц Вельзер Мост Я не говорю Про Мету Мазеля Про Великих Дирижеров Вот этого Поколения Все Работают Трудно Сказать Вот Балетный Дирижер Это особая История Например В Америке Или В Европе Тоже Это В общем-то Отдельная Профессия Я Балетами Дирижировал Немало В первую очередь В Перми Но не только Но сейчас Вот эту активность Я К сожалению Вынужден был Ограничить Ну просто потому что Есть лимиты Какие-то Временные Которые К сожалению Из-за которых Я Если надо Дирижировать балет Я вынужден отказаться От чего-то Более мне сегодня Интересного Но я очень Счастлив Что я получил В какой-то степени Школу Включая И капельмейстерские Балеты Так называемые То есть Адан Минкус Левенсхольд И так далее Когда вас Приглашают Дирижировать Симфоническим Оркестром В какой-то город Или в другую страну Вам сразу Предлагают Программу Или вы Можете выбрать С чем вы поедете Бывает по-разному Мне всегда Приятно Доверие Например Мне приятно В двух случаях Если Скажем Немецкий оркестр Приглашает Меня дирижировать Немецким Репертуаром Это знак Доверия Как правило Вот Либо Если дают Определенный Карт-бланш Но это Случается Не всегда Бывают Ситуации Особенно Замены Когда Невозможно Можно только сказать Либо да Либо нет Бывают ситуации Когда просят Некий список Предоставить Вот Например Из того Что было приятно За последнее время Это Пример Очень хороший С хорошими традициями Оркестр В Саарбрюкене Оркестр Один из Радиооркестров Германии Пригласил Меня Мы долго Обсуждали Но в результате Была программа Следующая Симфония Богуслава Мартину Номер 4 Дамбарда Нокса Травинского Президение Желеве И так далее Это Хорошее доверие Для дебюта Русскому дирижеру Потому что Как правило Да Считается Что Для первого раза Это может быть Вторая симфония Рахманинова Или Шахеразада Или Какая-то симфония Чайковского Шостаковича То в чем Исторически сильные Русские дирижеры Вот Но мне конечно Хочется выходить За эти рамки Я например Был бы счастлив Дирижировать Рубежом И Скрябина Симфонический Репертуар И Мясковского И Может быть Даже первую Симфонию Даврила Попова Которую я сейчас Хочу включить В свой репертуар Совсем недавно Удалось продирижировать Два раза Четвертую симфонию Шостаковича Что бывает Не часто Просто в силу Гигантского состава И вот мы это сделали В Ростове На Дону И мы это сделали В Румынии В Трансильвании И вот После этого Захотелось сыграть Произведение Которое повлияло На Шостаковича В это время А это как раз Первая симфония Попова Вообще Я сейчас Абсолютный Подарок Судьбы Вот этот уже Месяц Это особый Разговор Вообще О том Что сейчас Происходит Но Я хочу сказать Только что Такое количество Новых Впечатлений От искусства Я бы никак В жизни Не получил Иначе У вас просто Бешеный ритм Потому что Вы то с одним Оркестром То с другим И сейчас Вынуждены Вынужденная пауза Когда вы можете И читать И изучать Вы знаете В моем случае Она даже Не вынужденная Потому что О необходимости Отпуска Какого-то Саббатикал То что называется Я Говорил себе И даже не только себе Уже довольно давно Но такой отпуск Я планировал Предварительно На год Там 23-24 И вот он Сейчас есть И это С одной стороны Невероятный Подарок судьбы С другой стороны Серьезный вызов Тоже Как ни странно Вот Вызов Не связанный Даже не только С тем Что отменилась Масса всего Это у всех Отменилась А именно С тем Начинаешь Немножко думать Как Как еще Лучше Потратить Вот это Свалившееся Богатство Время Свободное Дорогие друзья У нас в гостях Дирижер Кларнетист Валентин Урюпин И Валентин У меня такой вопрос Вы Как говорили Play and direct Да То есть Играть Дирижировать А Насколько вам Помогло То что вы Кларнетист И Чувствовали Как солист Оркестр А сейчас Как дирижер Насколько вам Помогает Это чувствовать Другого солиста Пианиста Скрипача В исполнении Концертов Для фортепиано С оркестром Для скрипки С оркестром Да Помогает Помогает С певцами Помогает Потому что Это связано С дыханием С духовиками Помогает Я бы не Преувеличивал В данном случае Тот фактор Что я тоже Много играл С оркестрами В результате Все равно Дирижерское Знание Чувствования Оно совершенно Другое Его надо В общем Оно должно быть Изначально И его надо Совершенствовать Но я хочу сказать Что ведь Я Моя карьера Не была Карьерой Какого-то Вундеркинда Или Сразу Безусловно Солиста Потому что В духовом исполнительстве Это вообще Крайне редко И У меня было Очень много Всего интересного Да Я играл на конкурс Я играл много И с оркестрами С госоркестром Я играл На кларнете Впервые Это была Большая честь Вот Но Я ведь играл И в оркестре Также И немало Причем Моя оркестровая Карьера Как-никак Она такая Дискретная Была Но она все-таки Продлилась С пятого По пятнадцатый год Вы знаете И вот это Очень помогло И Может быть Неплохо Чтобы Было бы Еще больше Но уже Как Как Есть Так Есть Потому что Знание Изнутри Это неоценимая Штука Да Назвал Весь австро-венгерский Приносит Больше Результата Когда я Подхожу Сначала С холодной Головой А потом Во мне Появляется Жар Любви К этой музыке У меня было Так и со Скрябином И с Мартину И с Шостаковичем И с Губайдулиной И с Адамсом Со многими-многими Композиторами А в конце концов Без еще одного Исполнения Шехерозады Может быть Мир И ничего Не потеряет Хотя Конечно Естественно Ее тоже И Рахманинова Играем И Шехерозаду И Чайковского И многое другое Если коснуться Технического Вопроса И Самого Дирижирования Ну и также Чтения Партитуры Как быстро Вы освоили Читку с листа Многие теоретики В Московской консерватории Читают партитуры Как это Как это у вас происходило Все-таки Колорнетисты Которые привыкли Солисты Читать фактически Одну строчку Из партитуры А здесь надо Прочитать сразу Десять и более То есть это целый Расписанный лист Как быстро Смогли научиться Читать нотные тексты Именно партитуры Не быстро Не быстро Но понимаете Вот опять же У меня все началось С камерного оркестра Которым строчек Как правило Князь Все так шло Потихоньку И да В итоге В общем-то А потом Вы знаете Я не ставлю себе задачу Читать ничего с листа Иногда конечно Приходится Но без вот этого Долгого процесса Оттомления Такого Да что ли Партитуры У меня в голове Иногда Как казалось бы Беспочленного Безуспешного Мне Я не чувствую Счастья От Музицирования Хотя конечно Ничего там Душой Кривить Бывают разные ситуации Но вот сейчас Я учу То что через год Играть Потом откладываю Потом учу еще что-то Это невероятное удовольствие И может быть главное В работе Дирижера Как вы учите За фортепиано Играете Или по записи По другой записи Слушаете Не то не другое Я просто Открываю партитуру И представляю Что композитор Мне ее прислал И сказал Сыграй пожалуйста Потом премьера Сыграй Сыграй Надо сыграть Сыграй Я представляю Что как будто Я даже никогда ее И не слышал Это не так просто Бывает с известными Произведениями Ну вот например Сейчас я учу Все симфонии Брамса И все симфонии Шумана Которые мне предстоит Циклами Играть в следующем сезоне И вот Так приходится С чистого листа Смотреть Ты открываешь Очень что-то интересное За роялем Я мало Готовлюсь Записи слушаю Обязательно Но не для того Чтобы выучить Вы знаете Для того чтобы просто Понимать Стиль И какую-то традицию Не для того Что обязательно Чтобы исследовать Конечно Записи Это невероятно Интересно А как не послушать Например Первую запись Какого-нибудь Сочинения Которая была сделана В 20-е годы Это же еще Исторически очень любопытно Вот Ну какой-то такой Вот Общий Длинный-длинный Длительный процесс Из которого В результате Что-то Что-то получается Интересное А что касается Самой техники Показ Точность показа Дирижерской палочкой Или пальцами Это тоже Ведь очень важный Навык И Как долго Вы шли Именно К понятному знаку Чтобы музыкант И весь симфонический Оркестр Смог понять Вас Ваши руки Да Это очень На самом деле Хороший вопрос Многие дирижеры Отнекиваются И говорят Что да нет Какая там техника Это все Как-то вот Так сказать Нет Я не приспособлен Был изначально Хорошо для дирижирования Но я был первый Педагог Владимир Борисович Неймер С которым мы Который Даже сам Не сразу поверил Что я буду дирижером Потому что руки Становились Довольно нелегко И вы знаете Я до сих пор Не гнушаюсь Анализом Технических Моментов Своего дирижирования Потому что Еще Предстоит Очень-очень Выкристаллизовываться Этому стилю Но тут важно Максимально забыть О технике В тот момент Когда ты находишься На сцене Это очень унизительно Дирижировать И при этом думать Как ты это делаешь Ну конечно А вот дома Обязательно Это довольно важная часть Потому что Ведь язык тела Это Почему у больших дирижеров Звук меняется сразу Не в последнюю очередь Потому что Их язык тела Настолько органичен И настолько Коммуникативен Что Это действует А если ты где-то Немножко зажат Если у тебя Где-то внутри Зажим Он Поразительным образом Передается И в оркестры тоже Да Но правда Есть большие дирижеры С ужасной техникой Очень зажатой И которые при этом Добивались колоссальных Результатов Так что тут конечно Есть о чем поговорить Но да Не скажу Что я перед зеркалом Упражняюсь Но думаю Об этом Достаточно немало Но это уже Вы знаете Наша такая Дирижерская кухня Я не думаю Что радиослушателям Будет так уж Интересно Как вы Мне всегда Как музыковеда Как органистка Всегда было Очень интересно Выстроить Все равно Совсем симфоническим Оркестром Диминуэндо Крещендо Это еще возможно Потому что Они это ожидают Написано в партитуре А вот Гигантский состав Сделать Ачелеранда То есть Ускорение Замедление И чтобы это было Естественно Или например Вот на концерте Лично у вас Там возникло Больше желания Ускориться Чем На репетиции Как вы можете Весь этот массив Сдвинуть Вы знаете Ну наверное На то и есть Какое-то С одной стороны Дирижерское дарование Во-вторых Не нужно забывать Что Что в оркестре Играют большие Профессионалы Которые Не в последнюю Очередь Научены Считывать жесты Самых разных Дирижеров Даже иногда Даже например Дирижирующего композитора Который не очень-то Хороший дирижер Вот И Тут я думаю Ключевой момент Это конечно Доверие Которое выстраивается На репетициях И которое выстраивается Конечно совершенно иначе Со своим оркестром Нежели С чем С Оркестром Например С которым ты Дебютируешь Да И тут есть разные моменты Некоторых ограничений Скажем Чего себе лучше Не позволять Если ты впервые Появился перед Каким-то определенным Оркестром У каждого же Свой характер И Но доверие И ощущение Осмысленности Того что мы делаем Каждой минуты На каждой репетиции И ощущение того Что мы В общем В итоге Получаем удовольствие В итоге Дарит возможность И невероятным образом Импровизировать Да Вы знаете Это Может быть Одной из самых Ценных вещей В нашем деле Возможность Импровизировать Но если нет Базиса хорошего То импровизация Будет Какой-то Самонадеянной В общем-то Глупостью Часто Вот так Наверное так Я не знаю Насколько я хорошо Ответил Благодарю вас Дорогие друзья Наша передача К сожалению Подошла к концу У нас в гостях Был прекрасный Дирижер Кларнетист Валентин Урюпин Благодарю вас Валентин За интереснейшую беседу Надеюсь Встретимся В Риге Спасибо Елена Я был в Риге 20 лет назад И так же И в Лиепае И в Эмспилсе Прекрасная страна И да Надеюсь Побывать еще Будем очень рады Личному знакомству До новых встреч До свидания Дорогие радиослушатели